Иудаизм Маковеев Профессор Скоршавн пишет прежде всего о концепции Торы, которая под влиянием эллинизма претерпела существенные изменения. Заключалось оно вот в чем. Еврейское священное писание говорит нам, что Тора дана была Израилю в конкретном месте, на горе Синай, и в конкретное время после выхода из Египта. Она была дана в связи с конкретной новой фазой в жизни народа, предстоящим входом в землю обетованную. И живя в этой земле, Израиль должен был соблюдать эти заповеди, заповеди Торы, о чем очень красиво говорит Моше Моисей в книге Второзакония на иврите Дворим. То есть в основополагающем тексте иудаизма, в Танахе, Тора мыслится в рамках так называемой священной истории, истории божьих искупительных деяний в среде своего народа. Танах нигде ни слова не говорит о том, что Тора существовала до того, как была провозглашена на земле или до сотворения мира. Эллинизм же связывал сотворение мира с понятием логоса, божественного разума, который управляет вселенной. Этот логос одновременно по греческой мысли является как законом природы, так и этическим законом. И моральная миссия человечества заключается именно в том, чтобы открыть этот закон и жить в соответствии с ним. Каким же образом отреагировали на эту греческую идею еврейские мудрецы? Они восприняли ее, но применили к закону Моисееву. Они сказали, что сокрытая от наших глаз божественная схема, согласно которой сотворен мир, это Тора. Соответственно, жить по законам природы значит жить по заповедям Торы. Первым евреем, усвоившим идею о предвечном бытии и вселенской значимости Торы, был автор неканонической книги, книги, которая называется «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Она была написана примерно в 190 году до н.э. Ему это удалось сделать при помощи восьмой главы книги «Пречи Соломоновых», в которых мы знакомимся с библейским персонажем по имени «Премудрость». Там эта самая «Премудрость» говорит от первого лица о себе, как о предвечной Божьей мудрости, существовавшей до сотворения мира и фактически участвовавшей в сотворении. Так вот, в книге «Сына Сирахова» эта мудрость Божья отождествляется с Торой. В этом новизна, привнесенная автором книги «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», отождествление мудрости Божьей, представленной впервые в восьмой главе, притч с Торой. Конкретно в 24 главе, там мы читаем сначала текст, очень похожий на речь мудрости в притчах, где она описывает себя и свои деяния. Вот, например, стихи с 21 по 24 звучат так. «Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще мёда, и обладание мною приятней медового сота. Едущие меня ещё будут алкать, и пьющие меня ещё будут жаждать. Слушающие меня не постыдятся, и трудящиеся со мною не погрешат». А в следующих двух стихах говорится вот что. «Всё это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмам Яковлевым». Позже раввины развили эту идею, обыграв слово «решит» из восьмой главы, притч. В 22 стихе мудрость говорит о себе, в 8 главе притч, в 22 стихе, мудрость говорит о себе так. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих». В библейском иврите начало – это «решит» слово. Начало пути своего на иврите – это «решит» дарко. Теперь, что написано в первой главе, первом стихе книги «Бытие»? «Берешит» – «бара-элуим» – еврейский текст. «Вначале сотворил Бог» – дальше небо и землю. Однако, можно перевести в принципе и так. «С помощью начала сотворил Бог небо и землю». Или посредством начала. Или просто началом, как вот инструментом, посредником каким-то. Итак, мир был сотворен Богом посредством мудрости, а мудрость – это Тора. В Мидраше, который называется «берешит-раба», то есть в раввинистическом толковании на первый стих первой главы книги «Бытие», говорится так. Когда царь строит дворец, он, как правило, строит его не сам, а зовет архитектора. И архитектор не планирует его в своей голове, а пользуется эскизами и чертежами. Так и святой, благословен он, смотрел в Тору и творил мир. А Тора говорит, посредством «решит» Бог сотворил. «Решит» означает не что иное, как Тору, как сказано, «Господь соделал меня, решит, пути своего». Это была цитата из «Берешит-раба». В какую же Тору смотрел Всевышний, хочется мне спросить. Уж не в книгу ли «Берешит», то есть «Бытие», или, может быть, в 20-ю главу книги «Исход», где перечисляются 10 заповедей, или в книгу «Второзаконие». Вот так одним широким жестом смешиваются три разных понятия. Тора, как закон Моисея, данный на горе Синай, первое понятие. Второе понятие – Тора, как пятикнижие Моисеева, а не только, собственно, сам закон заповедей. И третье понятие – Тора, как предвечная мудрость Божья. Впрочем, это были мои пять копеек. Вернемся к книге «Профессора». Профессор говорит, что «Медраж Берешит Раба» был написан, скорее всего, в пятом веке нашей эры, но сама идея отождествления начала, то есть «Решит» или «Божьей премудрости» с Торой восходит еще к третьему веку. Он ссылается на Мишну, на трактат Авод и Таргумы. И таким образом, концепция предвечного существования Торы, с помощью которой Бог сотворил мир, это, по сути, синтез еврейского понятия Торы с греческим понятием Логоса. И состоялся этот синтез незадолго до написания Евангелия от Иоанна, в котором Мишуа представлен как Логос воплощенный. Другими словами, эта концепция является примером того, как иудаизм усвоил нечто из греческой культуры, при этом не потеряв своего иудейского лица. А вот еще два примера взаимодействия еврейской и греческой культур, которые приводят Скоршавну. Первый — это семь принципов толкования писания, которые приписываются знаменитому раввину Хилелю, жившему незадолго до Ишуа. В своей статье, опубликованной в 1949 году в журнале Hebrew Union College and Oil, еврейский исследователь Дэвид Даубе показал, что все эти семь принципов соответствуют греческим методам экзегезы, то есть толкования, которые преподавались в греческих школах права и риторики и применялись к сводам законов. В самом Танахе этой техники истолкования закона еще нет. Второй пример — упоминаемое в Евангелиях предание старцев, из которого в дальнейшем выросла так называемая устная Тора. Предание старцев входит корнями в греческие философские школы, утверждает Скоршавн. В этих школах было развито сильное, простите, он цитирует Даубе. В этих школах было развито сильное представление о традиции и сформировался обычай обосновывать доктрину школы, цитируя знаменитых учителей, которые по цепочке передали эту доктрину друг другу, восприняв ее от основоположника. Позднее этот способ придания к доктрине авторитета переняли раввины. Классический пример тому — это очень известный трактат «Авод», так называемое «Поучение отцов», который начинается так. «Моше получил закон на Синай и передал его Иошуа», Иисусу Наю, в русском синодальном переводе, Иошуа старейшинам, старейшины — пророкам, а пророки передали его мужам великого собрания. И в первой главе «Авод» почти каждая следующая мишна, то есть короткий отрывок, начинается с предложения, устроенного подобным же образом. Например, «Антигон Иссохо принял от Шимона праведника», или «Йосе, сын Йоэзера Церецкий, и Йосе, сын Йоханан Иерусалимский, приняли от них». Нигде в Танахе мы не видим такого способа обосновывать то или иное утверждение или укрепить авторитет того или иного учителя. Авторитет высказываний авторов книг Танаха чаще всего основан на непосредственном откровении от Бога, а не на цепочке, по которой учение было передано от учителя ученику. И последнее на сегодня тоже очень интересная, по-моему, мысль. Иудаизм как концепция, подчеркиваю, не как религия вообще, а как конкретная религиозная концепция, обязан своим существованием эллинизму. Каким образом? А вот каким. До Александра Македонского с его программой культурного завоевания в мире не было никаких измов. То есть люди определяли себя в основном по двум параметрам месту рождения и этническому происхождению. Например, греки были люди, населявшие Грецию, Эгейские острова и западные побережья Малой Азии. Израильтяне были потомки сыны Якова, живущие в отдельных частях земли Израиля, также рассеянные в диаспоре. После Вавилонского изгнания вопрос о происхождении стал играть определяющую роль в установлении еврейской идентичности. Это очень хорошо видно из книги Эзры. В русском переводе Ездра. В девятой главе первые два стиха гласят следующее. По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали. Народ Израилев и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Ивусеев, Аманитян, Мавитян, Египтян и Амареев, потому что взяли дочерей их за себя и за сынафей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и при том рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первым. В десятой главе говорится о решении отослать от себя иноплеменных жен вместе с детьми, рожденными от них. Другими словами, никакого законного способа сделать из этих людей евреев тогда не было. В этой связи, кстати, весьма забавно звучат, на мой взгляд, забавно, ровнистические заявления о том, что Руфь-Мавитянка, хотя и не была еврейкой по рождению, тем не менее вышла замуж за Боза не просто так, а предварительно пройдя геюр, то есть став вполне кошерной еврейкой, и тем самым ничуть не подпортив родословную будущее у великого израильского царя Давида. Но вернемся к тексту книги Эзра. Там мы видим именно такую картину. Родился евреем, значит еврей. Не родился евреем, делать нечего, остальное оставайся не евреем. Однако, после завоеваний Александра Македонского появился новый способ определения идентичности. Люди, которые не были греками по происхождению, начали говорить, одеваться и жить по-гречески в городах греческого стиля, так называемых полисах. Этот новый образ жизни начал называться греческим словом хеленисмос. Вероятно, это был первый изм, то есть еленизм. Это был, вероятно, первый изм вообще в истории человечества. В ответ на это евреи начали определять себя точно таким же образом, своим особым образом жизни, который по-гречески назывался иудаисмос. И вот этот термин встречается несколько раз во второй книге Маковеев, и в русском синодальном переводе он звучит как иудейство. Например, в восьмой главе говорится «Иуда Маковей и бывшие с ним, тайно входя в селение, созывали сродников и, принимая оставшихся в иудействе, собрали до шести тысяч мужей». Вот еще один стих из четырнадцатой главы, повествующий о неком Разисе, который в предшествовавшие смутные времена стоял на стороне иудейства и со всем усердием отдавал за иудейство и тело, и душу. Совершенно очевидно, что в этих примерах иудейство — это не еврейство в этническом, в биологическом смысле. Некоторые люди, родившиеся евреями, оставили иудейство, в то время как другие сражались за него. Очевидно, это слово описывает жизнь по заповедям Торы. Другими словами, определенный образ жизни, так же, как и, например, эллинизм, упомянутый в следующем стихе. Так явилась склонность к эллинизму и сближение с иноплеменничеством вследствие непомерного нечестия и асона, этого безбожника. И как негреки могли стать эллинистами, если начинали практиковать эллинизм, то есть греческий образ жизни, так и неевреи в тот период времени получили возможность стать евреями, которой во времена Эзры не было. Первые известные случаи обращения в иудаизм относятся именно ко временам хасманеев, потомков маковеев. В хасманеи занимались даже насильственным обращением неевреев и иудаизм для того, чтобы обеспечить еврейское большинство населения на традиционно израильских территориях. Итак, понятие иудейства или иудаизма как еврейского образа жизни, который может быть воспринят этническими неевреями, это огромная перемена в восприятии еврейской идентичности. Как она появилась у евреев? Путем заимствования у греков. Любопытно, не правда ли? Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Сиона Кринь. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями измежениями. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями